Беларусь, несмотря на непростые внешние обстоятельства, уверенно держит курс на развитие. Отечественная экономика демонстрирует восстановительный рост в 1,5% каждый месяц. Большинство отраслей возродились после пандемии и санкционных шоков. Устойчиво работает сельское хозяйство и торговля. Экспорт товаров и услуг достиг рекордных показателей за 10 лет. За первый квартал средняя зарплата превысила 1700 рублей. В Беларуси звучит последний звонок для учащихся 9-11 классов. «Прощай, школа!» говорят 153 тысячи человек. Сценарии праздников посвящены Году мира и Созидания. Итоговые испытания для ребят пройдут с 1 по 9 июня. Ёношам и девушкам предоставлено право выбора проходить аттестацию в виде централизованных или выпускных экзаменов. Для остальных школьников занятия завершатся 31 мая. В Могилевской области с законченным курсом первичной вакцинации против коронавируса охвачены 73% населения. Это более 700 тысяч человек. Сегодня для белорусов доступны препараты «Спутник Лайт», «Гамковит Вак», первый или второй компонент, а также китайская «Вероцел». Сделать прививку можно в любой поликлинике по месту жительства. Это единственный действенный метод предупреждения заболевания и его тяжелого течения. От Секорского до Пуховской в молодежном микрорайоне 24 мая торжественно открыли участок дороги и троллейбусной линии, которая стала продолжением второго маршрута и связывает новую часть города с центром и двумя вокзалами. Монтаж контактной сети начался в конце 2022-го. Общая протяженность – 2,4 км. По всей стране введены ограничения на посещение массивов. На интерактивной карте профильного ведомства не осталось зеленых зон. Это означает, что лесные прогулки либо вне закона, либо с запретами на разведение огня. Настоящей экологической катастрофой могут обернуться непотушенная сигарета или костер.